Всем привет! В этом видео поделюсь своим опытом воспитания трех здоровых жизнерадостных деток. Тем из вас, кто на канале недавно, младшему Аксу 2 года, Никке 5 и Юле 7 лет, все веганы с рождения. Акс ни разу не болел, Юля за последние 4 года, что мы живем в Германии, болела, температурила только один раз, вот недавно. И Никке болеет раз в году, хотя очень быстротечно, день-два. Все они ходят в сад и школу. Ну, сейчас, понятно, все закрыто с середины марта до 20 апреля, но обычно. Где постоянные вывески каких-то инфекций, но нам все это ни по чем. Заранее скажу, что я не буду отвечать на вопросы о конкретно вашей ситуации, потому что я не врач, и мои видео-то не медицинские советы, а просто опыт многодетной мамы. Поэтому я всегда ссылаюсь на книги или видео экспертов для дальнейшего самостоятельного изучения. И еще, пожалуйста, не принимайте к сердцу то, о чем я буду говорить. Я сама делала ошибки в воспитании своих детей, но мне кажется, самая грубая ошибка – это отдать ответственность за здоровье своих детей кому-то другому. Не в последнюю очередь потому, что этот кто-то другой ее изначально у нас никогда и не брал. В общем, помните, что я хочу здоровья всем деткам, это исходная точка этого видео. А если вам не зайдут какие-то пункты, то не берите в голову. Также хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня на Патреоне, и дать вам знать, что именно вы предоставляете мне свободу в выборе тем для видео. В моих последних трех видео YouTube подключил монетизацию. Поэтому, если вы думали стать моим патроном, но не доходили руки, то подключайте сейчас, я очень ценю вашу поддержку. Ники у меня и эту немецкую зиму проходила в летнем платье, колготках и кроссовках. Когда меня спрашивают, закаляю ли я ее, я отвечаю, что никогда и не раскаляла. Она лучше меня знает, тепло ей или холодно, и, соответственно, одевается по собственным меркам. Это легче как мне, так и ей. Я всегда иду по пути наименьше сопротивляемости, и не собираюсь добавлять в свою жизнь никаких дополнительных действий вроде закалки. Но в нашем обществе принято сначала все усложнять, чтобы потом с этим разбираться. Сначала раскалять, укутывая ребенка вопреки его собственному восприятию погоды, чтобы потом закалять. Сначала приучать ребенка к соске, чтобы потом отучать. Сначала тратить деньги и время на искусственные смеси, чтобы потом пытаться восстановить иммунитет ребенка. Ведь грудное молоко по сути является органом. Оно как иммунная система ребенка, его защита от тех микробов, от которых нам говорят, необходимо прививаться. Разумеется, я не говорю здесь про те несколько процентов женщин, которые технически не могут кормить грудью. Но давайте не будем путать несколько процентов с большинством, которое типа не может или не обладает информацией о важности ГВ. В полномочия того, кто рожает, не входит решение дауншифтить систему ребенка. Дети на искусственном кормлении в 5 раз чаще попадают в больницу в младенчестве, чем дети, которые находятся на полном ГВ. Чужеродный молочный белок в детской смеси может вызвать воспаление и повреждение защитной слизистой оболочки кишечника, способствуя колонизации патогенами. Использование детской смеси также связано с повышенным риском неинфекционных заболеваний, таких как аллергические заболевания и диабет 1-2 типов. Опять же, раннее воздействие чужеродной пищи считается фактором развития этих заболеваний. Кроме того, искусственное вскармливание связано с нарушением когнитивных функций. В молочных смесях не хватает многих ингредиентов, которые, как считается, участвуют в развитии мозга. И кормление смесью связано с повышенным почти в 4 раза риском смерти в сравнении с детьми на грудном вскармливании. Сначала затягивать с приучением ребенка к горшку. Я сейчас говорю про детей старше полутора. Это тот возраст, с которого лучше всего начинать. Чтобы потом дольше отучать от памперсов. Ведь чем дольше вы затягиваете с приучением ребенка к горшку, тем сложнее вам будет этого добиться. Вообще, как можно ждать, пока ребенок созреет ходить на горшок, если он изначально не запрограммирован на использование подгузников? Сначала приучать ребенка к продуктам животного происхождения, чтобы потом помогать ребенку похудеть. Но ведь крайне важно кормить детей раннего возраста здоровой едой, поскольку именно тогда формируются пищевые предпочтения. Но, конечно, если задача – это натаскать ребенка на мясо-молочку, в которых много трансжиров. Да, в продуктах животного происхождения трансжиров в три раза больше, чем в маргарине, от которого все шарахаются. То и прогноз удручающий – четверть миллиарда детей с ожирением к 2030-му. И здесь речь не об избыточном весе, а именно об ожирении. Веганы редко страдают избыточным весом и ожирением, что уменьшает риск многих хронических заболеваний. А употребление куриного мяса, в котором более чем в 10 раз больше калорий жира, чем в курицах 100 лет назад, увеличивает риск ожирения. Употребление молока, мяса и рыбы, загрязненных промышленными химикатами, также может повысить риск ожирения. Так, это я привела пять примеров, но меня уже не остановить. Вот шестой. Сначала прививать детей, отнимая у них возможность переболеть детскими инфекционными болезнями, чтобы потом лечить намного более серьезные заболевания, вроде онкологических. Причем лечить их посредством вируса кори, переболеть которой отняли возможность в детстве. К примеру, в этом исследовании вирус кори вызывает иммуногенную гибель клеток при меланоме. Кори не только уничтожает раковые клетки, но и согласно шведскому исследованию, у переболевших шестью детскими инфекционными заболеваниями риск инфаркта снижен на 89%. Риск острых коронарных событий значительно снижается с увеличением числа детских инфекционных заболеваний. И дело не только в том, что я хочу, чтобы мои дети переболели детскими инфекционными заболеваниями, тем самым снизив себе риски хронических, но и в том, что ни одна вакцина не была протестирована на безопасность двойным слепым рандомизированным исследованием с инертным плацебо. Я не собираюсь подвергать риску моего здорового ребенка, чтобы защитить тех, кто уже болен. Защитить в кавычках, потому что в плане прививок этот концепт является маркетинговой уловкой. Сейчас больные стали самыми важными, вопреки закону об эволюции и естественного отбора, где выживают только самые сильные. Конечно, мы должны защищать слабых, но давайте для них разрабатывать защиту, какие-то специфические методы лечения и карантина для больных. В общем, я изначально не раскаляла детей, не приучала их к соске, не натаскивала на мясо, не кормила искусственной смесью, не затягивала с приучением к горшку, полтора года назад перестала усложнять им жизнь прививками, и лучше поздно, чем никогда, я перестала взбивать им температуру. Здесь есть свои исключения, поэтому я и прошу вас изучить эту тему самостоятельно. Например, в случае солнечного удара или как осложнение от прививки, ребенок может лишиться своей нормальной регуляции температуры, и тогда она может действительно подняться до опасного уровня. Но если взбивать температуру при обычной инфекции, то болезнь не только затянется, ведь температура создает неблагоприятные условия для размножения патогенов. Все больше и больше рандомизированных контролируемых испытаний высокого уровня поддерживают подход невмешательства. Кстати, шведское электронное здравоохранение рекомендует обращаться к врачу при температуре выше 41 градуса. Конечно, тут перечислены и другие условия, их всех подробно описывает доктор Мендельсон в своей книге «Как вырасти здорового ребенка вопреки врачам». И, кстати, он тоже говорит именно о 41 градусе. Простуда, грипп и любая другая инфекция не поднимут температуру тела ребенка выше 41 градуса. Но просто для сравнения, когда обращаться к врачу в России? 39,5, разница в 1,5 градуса. В Германии тоже предлагают обратиться к врачу при 39 градусах. Так как у меня девчонки в Швеции родились, я уже привыкла к шведским принципам. Насчет жаропонижающих они пишут, температура – это один из способов защиты организма от инфекций. Поэтому не лечите жару ребенка, который в остальном здоров. Важно сосредоточиться на том, как ребенок в целом себя чувствует. Температура может быть признаком более серьезной болезни, но это редкость. Это опять идет в ногу с описанием Роберта Мендельсона. Повышение температуры говорит о том, что система исцеления организма включилась и работает. Прием жаропонижающих средств – аспирина, парастомола и так далее – не только обесценивает естественный механизм защиты организма, но и представляет собой опасность для окружающих, так как создает дополнительные случаи заражения. Согласно канадской математической модели, как уже хорошо установлено в плане антибиотиков, применение жаропонижающих может потенциально иметь значимые негативные последствия на уровне населения. Подавление температуры увеличивает число ежегодных случаев примерно на 5%. Если масштабировать это на весь мир, где полмиллиона человек умирают в год в среднем от гриппа, то получится 25 тысяч смертей, которые можно было бы предотвратить, избегая жаропонижающих препаратов для лечения гриппа. И, на мой взгляд, здесь очень актуальное примечание – популяционные эффекты жаропонижающего лечения во время пандемии гриппа могут быть особенно значимыми. Было высказано предположение, что широкое использование аспирина в 1918 году увеличило тяжесть заболевания и, следовательно, смертность. 50-100 миллионов смертей, связанных с пандемией, могли быть обусловлены усилением заражения от широкого применения жаропонижающих препаратов. Нас в Германии с марта законодательно принуждают к прививке от кори. Я еще обязательно сделаю отдельное видео на эту тему по вашим многочисленным запросам. Здесь просто скажу, что никаких прививок я делать не собираюсь. Если я не позволяю себе такую фривольность в принуждении граждан под прикрытием здравоохранения, то почему не принудить к отказу от жаропонижающих направо и налево, особенно в рамках текущей ситуации? Почему не принудить к ГВ? Или они принуждают только к тому, что включают в себя маркетинг продуктов фармакомпаний? Или, по крайней мере, не идет вразрез с этим бизнесом? У девчонок недавно была температура 40 в течение двух дней у Ники и четырех дней у Юли. Наверное, если бы поднялась выше, то я начала бы думать, к какому натуропату или другому интегративному доктору обратиться. Но если температура 40 или ниже, то я ничего предпринимать не буду. Мои правила в такой ситуации – ночью вместе спать, кожа к коже, без пижам, много пить воды, свежевышлых соков, компотов, не заставлять есть, если ребенок не хочет. Девчонки неделю ничего не ели, только обильное питье. Я редко проверяю температуру. Если бы я не муж, то вообще не проверяла бы. Просто смотрю по состоянию ребенка. Мне удивляет, что люди хотят избавиться от температуры, как будто это какой-то конечный результат. Да, ребенок слабый, но ведь все его силы направлены на то, чтобы прогреться до нужной температуры и остановить вторжение вирусов. Я понимаю, что страшно, но нужно пройти через этот первый опыт без жаропонижающих, тогда появится уверенность, мудрость. Мы променяли наши собственные знания и коннект с ребенком на интуитивном уровне на таблетке. Это поверхностно и опасно. И вообще насчет страха я тоже боюсь, но не температуры, а антибиотиков и жаропонижающих, основываясь на научных данных. Жаропонижающие снижают функцию легких и повышают риск развития астмы. Они токсичны для печени и почек и истощают запасы глутатиона, которые защищают клетки от токсичных свободных радикалов. Да, сама попытка сбить температуру, когда ребенок болен, это все равно, что застрелить вашу собаку, когда кто-то врывается в ваш дом. В общем, нам нужно заменить температуру афобию, шницельфрению и лекарство манию наоборот на котлетофобию и температуру манию. Я жду, когда у моих детей появится температура, и отбиваюсь от котлета молочки в садике и школе. Музыка 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 Музыка